Так, смотрите, ненавижу вегетарианцев. Есть здесь вегетарианцы по хлопоти? Есть? Кайф, кайф, блядь. Приятно выступать, серьезно. Ненавижу. Мясоеды рулят, правильно? Нахуй меня! Нет, правда, я ненавижу вегетарианцев, потому что у меня девушка вегетарианка. И... Она не просто вегетарианка, она бескетарианка. Для тех, кто не знает, что это такое, это те, кто не едят мясо, но едят рыбу. По-моему, это лицемерие. Ну, я задумался, что это очень странно, когда мы ехали отдыхать, я говорю, слушай, а давай возьмем свинину, пожарим шашлык. Она говорит, слушай, ты бразь, какую свинину? Ты живодер, ты знаешь, как их убивают, ты знаешь, как они содержатся. Ты возьмем раков. Ну, мы взяли раков и сварили их заживо. Баскетарианка. Добрячка. Ну, они, главное, когда варились заживо, она их доставала, ломала им хребты, цедила вот эту вот юху и такая, что ты пиздишь, там больно только первые три минуты, а вот и живодер, ты знаешь, как их содержат, а? Она у меня странная девчонка очень, я недавно был у нее дома, вот, и у нее очень сильно сыпятся волосы. Очень сильно, кругом волосы. Смотри, как у собаки просто. Везде, везде волосы. Ну, и она собирает всю эту ночь молоток, спал, и у нее получается мочалка. Вот, и она, ну, она недавно выкинула ее в мусорник. Это увидела ее мама и кричит ей, типа, «Слышь, ты шо, дура? Ты шо делаешь? Голуби украдут твои волосы, и у тебя будет болеть голова». Я вот в этот момент задумался, точно ли я хочу провести всю жизнь с этим человеком. Серьезно. Просто, ну, мамки на придвере наш, блядь, передается, я уверен, наш. Аж с возрастом начнет что-то исполнить. Ну, и потом, ну, в другой момент я подумал, а что, а что, если мать что-то знает, а что, если на самом деле иногда по вечерам мы не трахаемся с нашими девушками, потому что у них болит голова из-за голубей. Ну, я в этот момент понял, почему их называют крылатые крыси. Серьезно. Я в этот вечер не потрахался, у меня за окном сидел голубь, я такой, ах ты, пидор. Все-таки нашел ее волосы. Да, я теперь, блядь, мамка была права. Я теперь буду это контролировать. Смотрите, похлопьте, кто любит почувствовать себя старым. Остальные все такие, да нет, заебись. Назови меня грязной старушкой, я твоя. Я люблю добавлять себе возраст. Нет, я ненавижу чувствовать себя старым, потому что я не старый, мне только 24 года, да, у меня все жить впереди, вот. Но недавно мне моя крестная говорит, посиди с ребенком, а ее сыну 18. Я такой, с ребенком, блядь, ну. Ну, вроде, как бы, у нас много общих интересов, серьезно. Мы могли вместе побухать, мы могли вместе похопать. Я знаю это поколение. Главное, чтобы он знал, где взять и все. То есть мы бы нашли, как развлечься. Но на деле было не весело, серьезно. На деле мы сидим, вот, и в какой-то момент мы сидим за столом, и он такой... Ну, кого бы ты трахнул из сериала «Школа»? Просто я взрослый, который пришел сидеть с ребенком. И первое, что он решил у меня спросить, это кого бы я трахнул из сериала «Школа». Сериала «Школа». Не счастливы вместе. Не кто в доме хозяин. Не моя прекрасная няня. А сериал «Школа», блядь. Ну, понимаете, у меня перезагрузка. Я такой, так, сериал «Школа» — что это за малорецкая хуйня? Я не знаю такой сериал. Ну, я себя старым в этот момент почувствовал, а я это ненавижу. Ну, последний раз, когда я хотел трахнуть кого-то из сериала, это была Фибия из «Друзей». Ну, потом еще был Альф, но это чисто ради эксперимента. Просто интересно, как у него там все устроено. Ну, я понял. Он просто сериалов нормальных не смотрел. Ну, и я включил ему сериал «Кодетство». Вот. Мы посмотрели первую серию «Кодетство», смотрели вторую серию «Кодетство», смотрели третью серию «Кодетство». И тут он поворачивается и говорит, слушай, о ком это трахнул из сериала «Кодетство». Просто я вот, например, «Перепечка». Ну, я понял, мы реально из разных миров? Он же долбоев. Ну, понятно же, по первым трём сериям, что Макарова. Уже трахать надо лидера, да? Ну, в крайнем случае, Сырникова, да? Потому что Сырникова гнида, интересно посмотреть, как он в жопу. Ебут я, я так считаю. Ну, мы с тех пор с ним не тусуемся, потому что разные люди оказались. Слушайте, у кого есть друзья, которые думают, что они дрифтеры? Похладьте, есть кто-таки? Еее! Вот эти чуваки, которые, блядь, покупают копейку, ставят на неё гидроручник, сзади, блядь, клеят наклейку с паркой, такие, ну, посмотрим, что она может дать. Ну, она не может ничего дать, блядь, кроме воспоминаний деда, который, ух, дачка была, блядь, раньше. Страшно с ними ездить, серьёзно, но ещё страшнее ездить на Блаблакаре. Кто-то ездил на Блаблакаре? Блин, я недавно ехал просто из Киева в Одессу, вот, и у меня был такой водитель, у него были очень длинные чёрные засаленные волосы, я к нему подхожу, говорю, извините, это я с вами, и я такой, да-да-да-да-да-да-да-да-да, со мной, со мной, со мной, сзади меня только отпустят, 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 и едем, 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 присаживайся, у меня пять звёзд. Ну, я в этот момент обосрался, серьёзно, я такой, блядь, можно же было и пешком дойти, мне так уж и далеко до той Одессы, да, чё я, ну, и было очень стрёмно, я не спал всю ночь, серьёзно, я сел, вот, я не спал, потому что очень сложно спать сидя между наркоманом и цыганом, которые между собой что-то обсуждают, я такой, блядь, надо было смотреть по путчикам, что я делаю, вот, ну, и из-за этого я услышал, как в три часа ночи водитель начал петь, ну, это была невесёлая, типа, мильная песня, что он такой, на-на-на-на-на-на, нет, я там прям текст запомнил, он прям ехал и такой, оставь лишь миг, перед тем, как выдать мне билет в один конец назад, дороги нет, без лишних слов, нажми на курок, я к смерти готов, может доехать не в 5 утра не всем не в 11 можем доехать не завтра не гони я не готов чувак но он тоже высадил суток уход не спишь и потому что сейчас тихий час или что пусть я не сплю бы может и песни стрёмные поешь 3 часа ночи но я в этот момент подумал что лучше бы на плацкарте ехал серьезно ну что когда я еду на плацкарте я боюсь что когда я уснул спиздят кроссовки когда я ехал в этом блаблакаре я переживал вот я уснул спиздят меня я поэтому я всю ночь мы ехали общались музыки и он оказался меломану для чего бузову потом включил и греблять давай твоя загробная чувак сувер давай лучше то так смотрите похлопте кто любит смотреть порнографию я очень люблю смотреть порнографию даже не могу скрывать я такой ценитель кино так сказать вот и но я при этом стараюсь смотреть только домашняя пора туша я люблю что как у людей я все как жизнь я вижу эти огромные песен и накачанные сиськи и такого блять жизни не бывает за каком случае в моей его поэтому я зло и я при этом я ненавижу смотреть категорию русская порно потому что вот эту охлотка кончаю валютка я больше не могу валютка у мерзко я такой я хочу подходит ручить неприятно я стараюсь смотреть зарубежную порнографию потому что я не знаю на странные языки для этом все мелодично там просто о факт рыбак я такой куры бека прикольное имя на такой взрослый грех рыбака клево тебя родители назвали я недавно смотрел зарубежная порно вот и мне она не понравилась там все это время чувак такой ну и просто а есть там был короче бэйби просто бэйби переводится как малыш ну и у меня все желание дрочить от пола потому что я не так воспитан я весь порно фильм слышал как он такой ну и совсем ухой малыш я же говорил я лучший собаке этого черт нет а не могу посмотреть кто ненавидит семейные застолье вот эти праздничные семейные застолья есть такие конченные семьи да я думал только моя семейные застолья эти когда собираются все дальние родственники типа знаете вот эти прабабушки прадедушки тети дяди мама баба брата идет все собраться за одним столом начинается шук гам в какой-то момент дед решает налить тебе вина мать такая да куда куда ему только 24 года совсем ребенок вот дед такой типа отбивают лучше здесь чем где-то за гаражами а ты сидишь на куриный вот и дупля не отбиваешь что вообще празднуем бабка ты жива рад видеть все львов и потрясающая публика меня зовут я реслав садренко городе детстве большое спасибо вам при этом тревоге выставать